Что привлекает туристов в Карачаево-Черкесии, кроме гор, рек и чистого воздуха? Хачаны. Именно это блюдо карачаевской кухни в первую очередь пробуют гости. А к ним гостеприимные хозяева подают живительный сусап на Нарзане. Поэтому в курортных поселках хачаны пекут и жарят на каждом шагу. У хозяек серьезная конкуренция. Каждая старается, чтобы именно ее блюдо пользовалось наибольшим успехом. Хачаны в Архызе дегустировала Мадина Каракетова. Запах шашлыка и хачанов так и витает в воздухе. Стоит только подъехать к Лику Христа. Это первая достопримечательность по пути в Архыз. Туристы часто останавливаются на этом месте. Здесь раскинулся сувенирный рынок и хачаны. После похода к святыне, подъем которой не самый простой, приходится преодолевать более 500 ступенек, человека одолевает жажда и предательски урчит в животе. У Марины Кубановой ни минуты покоя. После долгого перерыва туристический сезон все же открыли. Заработала и ее придорожное кафе. Местная кухня изобилует блюдами. Но хачаны – несомненный фаворит, говорит Марина. Мы туристам предлагаем 3-4 вида хачанов. Это картофель с сыром, сыр с зеленью, мясо и хачаны с ботвой. Туристы разные, но основное количество предпочитают хачаны с сыр с зеленью. Сыр используется и при приготовлении картофельных хачанов и сырных с зеленью. Марина рассказывает, что туристам очень нравится, когда он тянется в хачане. А это возможно лишь при использовании свежевыжатого сыра. У Марины свое хозяйство. Она дует коров, из молока которых и собственноручно готовит сыр, а также айран, сметану, которые тоже предлагает туристам. Рассказывает, что ее гости предпочитают хачаны, жареные на масле. Попробовав один раз хачаны Марины Кубановой, гурманы сразу рекомендуют искусного повара своим знакомым. Да и гости нередко адресуют и слова благодарности. А для Марины это самая большая награда. Говорят, лучшие хачаны, очень вкусные. Ваши хачаны особенные, может в тесте секрет? Ну, в тесте маленький секрет тоже есть. Ну, не сколько тут секрета, сколько души. Туристы уже давно оценили горный чай, которым здесь с удовольствием угощают гостей. Но он хорош зимой. А вот в летний зной Сусап на Нарзане самое то. До запитой араном хачин не доставляет неудобств даже самому капризному желудку. Братья Герман и Глеб из Московской области уже оценили это преимущество. Очень вкусное, во-первых, тесто. Ароматный запах, пряный. Сыр тягучий. Аран очень вкусный, кислый. Освежает. Хачины здесь на каждом шагу. И у хозяющик настоящая конкуренция. Каждая старается, чтобы именно ее хачины были лучшими. Придумывают свою изюминку. Гости, расположившись в беседке у речки, ждут неповторимые мясные хачины Фатимы Байчоровой. Начинка хачинов Фатимы не совсем традиционна. Мясо-соль-лук, что называется с перчинкой. Секрет наших хачинов – это его начинка. Начинка говядина чистая. Мы добавляем туда специи, лучок, чесночный перец, черный перец и по вкусу, по желанию, красный горький перец. Что придает очень-очень-очень приятный вкус. И наши хачины становятся сочными. Рецепт хачина со жгучим перцем Фатиме передала бабушка. И он ее никогда не подводил. По мнению Фатимы, при приготовлении хачина очень важно также соотношение теста и начинки. Чтобы хачин получился идеальным, нужно взять одинаковое количество теста и начинки. О, вот теперь получилось. Начинку прячем в тесто. Готовим вот такой вот кругляшок. Немножко придавливаем. И самое главное теперь, чтобы начинка не вывалилась из теста. Раскатать. Придавить чуть-чуть сверху. Можно с этой стороны, тогда получится. Идеальный хачин – это тот, в котором тесто не толстое, правильно? Тесто, ну, кто любит толстую, но идеально, когда тесто само не сильно толстое и не сильно тонкое. Ага. И чтобы начинки там было достаточно, да? Да. Ну как, оцените. Мой хачин, конечно, получился не такой презентабельный, как у настоящих мастериц, поэтому пришлось его есть в нашей съемочной группе. А вот хачины настоящих профессионалов туристы ценят очень высоко. Когда ты спускаешься с гор, через месяц, и трогаешь вот этот хачин мягкий, вот такой круглый, большой. Как ММД, стоит во рту, не в руках. Тоненькое тесто, мясо, просто блаженство. Мы обожаем вашу кухню. Спасибо большое, очень вкусная. Сырная есть, да, тоже. Приправы, кухня ваша, класс. Нам же остается только порадоваться тому, что приезжающие к нам гости довольны и сыты, уезжают восхищенные местными красотами и гостеприимством, которыми Карачао-Черкесия славится и издревле. Ведь пока живы обычаи и традиции, непоколебимо стоят горы и низвергают шумные потоки, жарятся шашлыки, хачины, подается путнику живительный айран, жив и народ. Мадина Каракетова, Руберт Жигутанов, Инна Мостовая, Вести Карачао-Черкесия, Архыз.